будьте меняться добрый утром друзья есть время есть необходимость поговорить вот о чем я хочу сегодня поговорить о предателях о предателях молдовы так много все говорят особенно политики особенно предвыборной кампании о своей заботе о суверенитете о нашей стране наших людях так много говорят о мире так много говорят от любви фальшивой любви любви там любви никакой нет там полные потенции и вот результаты вот просмотрел я сегодня с утра как обычно что же говорят наши люди социальных сетях и вот читаю ладно там полики гагаузии там приднестровцы социалисты коммунисты шоровцы но я увидел в рядах прорумынских таких когда-то они выступали за объединение за единство румынского народа и и они сегодня начали высказываться в адрес президента молдова уже сами те фамилии не буду называть слишком много частей начинают обливать грязью обсуждать президента что она не так делает так она не так сказала что она там это короче мужики вы блин не мужики мало того что вы не политики вы еще не мужики вы еще и свою страну молдаване которые бьют себя в грудь чтобы молдаване что вы румыне вы нихрена не любите эту страну вот эту землю которой вы живете вы нихрена не любить я уже понял что ладно там дадон это предатель номер один шор он никогда не был патриотом никогда он молдаван только высасывал используя стариков бедных нищих алкоголиков это его электорат который он платит деньги и он никогда не любил эту молдову все что говорит сегодня шор и вся его гоп-компания это обыкновенные мошенники обыкновенные предатели на их предателями нельзя назвать потому что они никогда не были молдаванами граждан молдовы и вот среди тех казалось бы правых партий я наблюдаю как высказывается в адрес главы государства высказываются и тире поддерживают тех кто сегодня предал страну и предает молдову я себе представил составил список я есть время я в дороге еду хочу поделиться своим мыслями кто бы сейчас если бы путину удалось захватить украину удалось бы прорваться не только приднестровье но и в кишинев кто бы его встречал с цветами кто бы его встречал с приветствием ручка бы махали и вы знаете это не только коммунисты не только социалисты шор тирасполь гагаузы это и те кто себя называет правы мы партиями прорумынскими промолдавскими как это не странно и нелогично но это так что касается этих людей я не хочу больше о них ничего не говорить но когда я вижу среди тех партий которые должны быть сплоченными которые должны быть в этот период критический быть вместе несмотря на то что там платформа да и попали в парламент так решил народ и вот сейчас настази и вся его команда начинает вилять хвостами и обниматься с кем социалистами с коммунистами я просто охреневаю как люди быстро меняют свои убеждения а никаких убеждений там и нету никаких там только бизнес и вот сегодня андрюша настази и все его там друзья по партии начали обниматься социалистами я просто охреневаю и я такое впечатление что в молдове нет патриотов нет бойцов настоящих которые будут драться за страну если будет ей угрожать война они просто массово одни выскочат встречать путина с цветами с караваном с хлебом с солью с мамалыгой с вином а другие сбегут просто сбегут вот такое у меня представление сейчас стало молодой сдадут просто приспособленцы кто готов драться как это делать сейчас украинцы за свою страну кто какая категория только две категории есть это те которые будут встречать с цветами путина в случае чего а другая часть уже одной ногой по ту сторону прута в румынии или в европе все кто станет на защиту этой маленькой молдовы никто вот я сделал выводы с кем драться кто готов драться почему я сделал такие выводы когда шор вместе с велатом добивали банк добивали пошел он был на 70 процентов уже ограблен предыдущими властями когда грабили и когда первая информация витя гуреу выступил сообщил я восьмого февраля тринадцатого года начали бить колокола и сообщать о том что грабит молдову и обратите внимание никто я уже не говорю о политиках потому что политики все были соучастниками каждый получали главный носильщик был тот период это это шор шор раздавал сумки пульки и так далее но народ молча пропустил и допустил не просто допустил и участвовали в этом хищении и вот сегодня этот бизнесмен преступник шор сидит на вилле в израиле и с экранов телевизора продолжает рассказывать как он любит молдову он за молдову готов последние отдать то что украл и люди выходят за 200 лей на площадь и продают не просто себя они продают свою землю я проанализировал с утра знаете с утра всегда я такие мысли все свежие голова рабочем состоянии и думаю кто кто готов стать грудью и пожертвовать своей жизнью как это делают украине сегодня молдове я я не нашел ответа просто молдова эта площадка где кто кого может надуть обмануть заработать перевести капиталы за пределы молдовы купить особняки купе и поставить деньги на хранение в европе эта площадка одни грабят а другие позволяют грабить и продаются за 200 дней продают свою страну я не вижу в молдове силу которая грудью выйдет и защитит страну как я это видел в украине когда женщины бронежилетом женщины 50 и выше лет в камуфляжах бронежилетом грудь вся этот в магазинах 6 я начинал рожков с патронами это тяжелые кто знает седьмой рожок в автомате я представил себе у нас молдове это возможно и пришел заключение это не будет у нас молдаване сегодня не способны грудью стать и защитить защищать свою страну не защите способны защищать свой выбор коль избрали президента защищайте ее вместе с ней и вот сидят там эти правый сектор казалось бы прорумынской партии и столько дерьма из такие специалисты и все столько критикой и все такие умные ладно там социалисты коммунисты него позиция то понимаю шор загнанный там израиль прячется тоже понимаем но когда молдаване и румыны которые себя считают румынами бросает камни своего президента я вообще в шоке как вы себе представляете что думают вы думаете что-то я думаю вот так сегодня молдаванах молдаванах я имею ввиду все кто живет молдове не по национальности а гражданство никто не будет сражаться так как сражаются украине за молдову никто вот смотрите все вот эти люди которые выходят поддержку шора все эти люди потенциальные предатели это все военные понимают когда ты находишься в переднем крае а в тылу у тебя должно быть надежная защита без этой защиты без надежного тыла ты никогда не победишь в молдове есть тыл какой-то даже если вы пойдете вперед сзади вас придадут придадут таких когда дом как шо придадут вас как коммунисты придадут это те которые в тылу буду делать все чтобы вам нанести удар в спину молодой молдове народ не способен гагаузия тоже это тоже это те кто сзади ударят в спину если вы пойдете защищать грудью молдову украине этого сейчас нет у нас в молдове мы находимся сейчас у нас да пока мирно но у нас ситуация напряженная потому что мы находимся по соседству с воюющей стороной плюс у нас еще есть территория оккупированная россией так что у нас тоже неспокойная сторона и вот я сегодня попытался разобраться с кем идти в бой за эту страну и быть спокойным и чувствовать себя уверенным что у тебя со спины не нанесут удар нет такой уверенности абсолютно нет вот смотрите поехали в москву представители партии шор и с кем с коммунистами о чем говорить москве и фотографируется и вы можете себе представить я вам это говорю не накручивая вы можете себе представить сейчас украина за этим очень наблюдает наблюдает и европа и вот сейчас по стопам до дона пошли и эти предатели и преступники которые предали страну ограбили эту страну о чем они пошли там договариваться они пошли туда чтобы сдать молдову они пошли и заявили москве что они это так категория граждан молдова которые готовы молдову преподнести на тарелочки дайте нам деньги это обязательно дайте нам деньги и мы совершим переворот в молдове вот зачем поехали эти люди в москву а теперь представьте себе многие говорят в молдове вот особенно оппозиция так говорит что молдове нет демократии есть геноцид есть преследование а теперь тот кто хоть что-нибудь в чем-то разбирается задаю вопрос вы себе можете представить что в россии кто-либо поедет в америку соединенные штаты из партийных неважно оппозиция неважно и будут договариваться в америке будут сидеть за одним столом и будут фотографировать и демонстрировать по российскому телевидению как вы думаете что с ними будет что будет мне даже сложно представить потому что если в россии сегодня арестовывают даже за то что бабушка вышла с плакатом и два слова написала нет войне и и задерживают и все умалчивают особенно те которые у нас в молдове называется пророссийскими партиями никто не комментирует обратите внимание не коммунисты не шоробцы не социалисты они не то что не комментируют ситуацию в россии они даже не высказались по ситуации в украине до сих пор и вот эти группа предателей а я их называю предатель поехали к представьте себе что во второй мировой войне советского союза поехала бы группа оппозиции сталину с на встречу с гитлером историю знаете что было бы они уже никогда не вернулись в обратно в советский союз более того их бы там достали как троцкого аж 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 в аргентине и там же его зарубили а у нас молдове позволено все с трибуны гагаузии открытые призывы к поддержке войны поддержки россии и призыв россии захватить молдову с трибуны говорят о том что молдова это земля россии и обратите внимание у нас никто никого за это не привлекает уголовной ответственности эти поехали в москву по следам до дона который сто процентов продемонстрировали москве что они тут собирают алкашей и пьяниц и умалишенных пенсионеров которые очень легко покупаются и пошли ехали за поддержкой поехали для чего за деньгами ребята вы вы не летайте в облаках это очень большие деньги нужно чтобы организовать такой митинг транспорт маечки кепочки да еще людям надо заплатить поощрить материально потому что все потоки финансовые в молдове перекрыли хорошо хоть это сделали и вот пошли они за поддержкой москву вы себе такое представляете что было в такой в россии что было бы с этими представителями так называемых политических партий тех кто ограбил эту страну я их понимаю они сегодня на этом зарабатывать не просто политический капитал они на этом зарабатывают огромные средства и чтобы вы знали все лидеры коммунистов и шоровцев и социалистов они все за границей хранят свои сбережения и те материальные вознаграждения которые им выдаются за пределами страны как допустим россия которые финансируют им отдаются огромные деньги и они все прячутся за рубежом люди этого не понимают как вы будете все защищать молдову я от кого будете защищать вы не вы не будете не защищать никак страну вы не будете менее не воевать ничего не будет я вам скажу что мне правильно сказали в украине когда мы говорили о приднестровье молдове да вы сами ничего не можете вы не способны ни на что я уже в открытую скажу молдова ни на что не способны вот мы придем и освободим вам приднестровье так сказать мы придем и освободим мы вам мы вас прикрываем сейчас от путина а потом мы придем и вам поможем с приднестровьем покончим не так заявили мы покончим и поставим жирную точку если вы не можете в Приднестровье решить вопрос, мы вам поможем. А на что способны тогда наши молдаване? Вот я спрашиваю, а на что мы способны? Да мы ни на что не способны. Абсолютно ни на что. И свою страну мы не можем защитить от воров, от преступников, от бандитов, которые нас грабили. Мы в мирное время не можем себя защитить. Мы не можем объявить протесты и вообще мы еще и в парламент их приводим. Они ограбили нашу страну, 250 миллионов шорф. Признается, что дал Филату, а народ его выбирает в парламент. И никто не задает вопросы. Откуда он брал деньги? Его первая инстанция судила 7,5 лет. И народ выбирает его в парламент. Молдаване в Лею сами соучастники преступлений. Те, кто голосовал и голосует сегодня за социалистов, за коммунистов, которые стали сообщниками, они все объединились, все эти воры. Они для меня воры после того, что я увидел, что произошло. когда Воронин до Дона размазал по стенке, тут вдруг один день обнимался. Начал обниматься. Начал целоваться. Вместе они поехали в Москву покланяться и объявить о преданности и что они будут сегодня с Россией бороться против врагов Молдовы. Мне нравится. И кто пошел? Кто пошел? Те, кто награбили народы молдавские. И наш молдавский народ их выбирает. Ребята, это не только я не понимаю. Не понимает весь мир, что происходит с нашими молдавами. Но я объясняю, конечно, где бываю на встречах и пытаюсь как-то молдаван защитить, что они продаются. Ну, за 300 лей, как говорят молдаване, говорят, я все равно голосовать не буду за Шора, но пойду хоть 300 лей заплачу, сделаю вид. Они думают, что они самые хитрожопые. А в результате идут выборы, они идут и голосуют. Тоже за деньги голосуют. Вот что платят. Какое молдаване, я всем задаю вопрос, молдаване, повторяю еще раз, это не по национальному признаку, а по гражданству, все, кто живет в Молдове, я задаю вас, вы вообще Молдову свой дом, свой дом способны защищать? А я вам скажу, нет, вы не способны защищать свой дом. Вас будут, вас будут защищать, либо запада, либо будут защищать украинцы. А вы не способны. Вы очень легко отдаетесь, ноги даже раздвигаете, даже не сопротивляетесь. Извините за прямой контекст. И вы не будете защищать свою страну, нет, вы смоетесь все, вы бросите землю любому захватчику, вы даже ни одного выстрела не будете. Просто поднимите руки и будете улыбаться и вилять хвостиком. Вот что будет. Если что. И вас будут только кто-то защищать, кто-то будет защищать. А я задаю вопрос, а с каких соображений Украина должна сегодня положить головы с тысячи своих сыновей, чтобы защитить вас? А вы, Молдаване, вообще стоите того, чтобы вас защищать? Стоите? Я вам правду говорю. А вы когда-то боролись с коррупцией? Вы боролись с теми ворами, которые вас грабили? Нет. Сегодня Санду поставила вопрос, это маленькая женщина, и вы против нее это быдло, потому что она зажимает гайки и требует, чтобы все были равны законы и все воры и преступники были привлечены к уголовной ответственности? И вы против этого возмущаетесь? Вы этим недовольны? То есть выражая недовольство сегодняшнему требованию привлечь всех бандиток власти, вы сами становитесь соучастниками. Так зачем вас защищать? Зачем? я вот вам говорю в прямом эфире то, что я не хотел говорить, но скажу, потому что мне в Украине хлопцы так и сказали, а зачем вас защищать? Вы же сами отдаетесь. Вы сами едете вот в Москву, продолжаете с Путиным дружить, который здесь убивает наших детей. Вы продолжаете этот Дододон был, сейчас поехали другие, эти же симки показывают. Вот в российском телевидении вот приехала делегация из Кишинева политиков, депутатов парламента. Вы вызываете против себя Молдаване такую агрессию. Вы думаете, что вам это простят украинцы, потому что вы их привели в парламент. То есть Молдаване те, которые голосовали за эти партии, они поддерживают сегодня убийство, которое происходит в Украине. Это я вам говорю. Вам никто, не каждый скажет эту правду. А вот среди украинского народа сегодня зарождается агрессия и ненависть к молдаванам, потому что молдаване предатели. Эти политики, которые приехали в Москву, они избраны кем? Молдаванами. Эти политики, которые в парламенте сегодня сидят и нюгугу против войны, которую развязала Россия. Это кто? Предатели. А кто их избрал? Молдавский народ избрал их туда. А раз избрал молдавский народ, значит этот народ, это соучастники поддержки той войны, которую развязала Россия. Вы думаете после этого рядом с вами украинцы будут дружественной страной? Вы очень глубоко ошибаетесь. Своё предательство своей страны вы предаете Молдову, вы сразу же порождаете рядом с вами недружественный украинский народ. он для вас уже недружественный. Потому что когда украинцы сегодня отдают жизни и видят, что а в Молдове депутаты парламента поехали в Москву на встречу, как это называется? Попробуйте это всё сами обмозговать, как это называется? Это называется предательство. И вы после этого говорите, что в Молдове геноцид, преследование, у нас есть политические заключённые, у нас преследование. Да вы Санду должны целовать в задницу. Потому что если бы подобное происходило сегодня в Украине или в Москве или в России, там бы очень жёстко отнеслись к этому. А сегодня то, что продемонстрирует Молдаване, я вам в открытую говорю, вас никто не защитит, вас заблокирует за то, что вы в мирное время поддерживаете тех воров, которые ограбили страну, которые продолжают покупать вас, которые продолжают вас доить, и вы отдаётесь, даже не сопротивляясь, да ещё и способствуете тому, как говорят, задницу подставляете специально, потому, что вам нравится это. После этого как, каком уважении вы вообще можете говорить, а каком уважении вы можете вообще говорить к себе? вы очень зря думаете, что украинцы будут жизнь положат за вас. Нет, и я буду говорить об этом. Не заслужите вы того, чтобы вас защищать. Вы не заслужите, чтобы кто-то отдавал жизнь за вас. Нет, вас просто заблокируют, как сейчас заблокировали по Приднестровью, и всё. На этом точка. и разбирайтесь сами. Вот сегодня, что порождает ваше безволие, ваше предательство, я говорю избирателям, которые вы избираете и продолжаете избирать сегодня тех врагов Молдовы, тех предателей молдавского народа. И вы продолжаете их избирать. Кто выпустит этого? Вот попробуйте ответить. Вот посмотрите, сегодня часть территории на при освобождении части Украины российское СБУ задержали около двухсот учителей из России, которые пришли учить, обучать, пришли украинских детей. Это хереть. Представьте себе, что во время Второй мировой войны немцы, фашисты зашли на территорию Советского Союза и сразу за собой привезли сотни учителей, которые будут учить детей Советского Союза. И вот сегодня эти 200 человек, вот тут мне звонят, я не знаю, слышно вам, не слышно, эти 200 человек, человек учителей России, которые приехали в Украину на захваченные, на оккупированные территории, арестованы и будут судить. Их будут судить. И правильно будут делать. А в 40-м году, если историю знает, когда вошла сюда Россия Гитлером, когда договорились поделить мир, часть Польши поделили, половину Польши Советскому Союзу, половина Гитлеровцам, в 40-м году, спросите своих бабушек, спросите родителей, когда зашла Советская Армия, сразу же создали, приехали учителя, российские, советские учителя, и начали молдаван сразу учить русскому языку, русские школы, а спросите, как было. И спросите, сегодня Гагаузы жалуются, что вот они не могут после университета трудоустроиться в Молдове. А как вы можете трудоустроиться, если вы не знаете государственного языка? А в 40-м году, когда пришли русские, молдаване кем работали? Простыми рабочими. К руководству молдаване допускали, потому что они не знали русского языка. И вот некоторые комментируют, ой, какие варвары, нацисты, украинцы, учителей, которые ни в чем не виноваты. Что значит не виноваты? Учителя, которые пришли на оккупированную территорию, чужое государство, они также несут ответственность, как и все, кто пришел на чужую землю. гагавузы. А мы молдаване ноги раздвигаем за 200 лей. Извините за такой жесткий разговор. Но два слова хочу сказать сейчас про язык гагавуза. Гагавузы забыли о том, что время Советского Союза везде все было на русском языке. Везде. Везде. Гагавузский школ не было. Всех заставили учить русскому языку. Всех. Неважно. Евреи, молдаване, румыны. Все учили русский язык. Иначе перспективы у тебя не было бы никакой. Кто виноват в том, что гагавузский язык там чуть ли не в красную книгу занесен? Майя Санду? Виноват. Сегодня все международное сообщество и ООН заинтересованы в том, чтобы сохранить языки коренных населения. Так гагавузы, вы должны Россию поблагодарить, что у вас отобрали гагавузский язык. А при чем тут Санду? При чем тут Молдова? Вам наоборот молдаване сбрасывается деньгами, чтобы вам восстановить? свой язык не хотите изучать? Вы его не хотите. А вы только под видом языка деньги требуете. А при этом приветствуете Россию. Так именно Россия у вас забрала ваш язык. Именно Россия уничтожила ваш родной язык. Вы хоть вы это знаете? Хоть историю это знаете? Молдова ребята я не хотел это говорить сегодня не воспринимается в Украине как дружественная страна. После того как они услышали эти призывы в Приднестровье то есть в Гагаузе о том что Молдова это российская земля после того как наши продажные политики молдавские политики депутаты парламента которых избрал молдавский народ поехали в Россию на переговоры на встречу Украина повернулась Молдове задницей все уважение Украине молдаване потеряли это я вам говорю в лицо я знаю о чем я говорю вы сегодня для Украины продажная нация и не стоит молдаван сегодня защищать вот что я услышал в Украине и они правы переварите то что я вам сейчас сказал если я не вправ аргументируйте в чем я не прав желаю всем друзья удачи и здоровья здоровья берегите и хорошо подумайте вообще о своем доме который называется Молдова и насколько вы его этот дом этот любите и что вы готовы сделать ради своего дома своей семьи хотел бы хотел бы услышать всем пока до сих пор до сих пор